Демократы требуют привлечия экс-президента Бразилии Жаира Болсонара к ответственности, обвиняя его в организации протестов в родной стране. Сторонники Болсонара устроили и свое 6 января в бразильской столице, причем ровно спустя два года после протестов в Вашингтоне. Демократов почему-то сильно заботят о том, что происходит за границей, но совсем не волнуют кризисы, происходящие в самом США. Белый дом тут же назвал это атакой на демократию и мирный транзит власти. Демократы в Конгрессе стали призывать депортировать Больсонара к себе на родину, в Бразилию. Сейчас он нашел себе убежище во Флориде, штате, где проживают уже два отставных президента – Трамп и Больсонара. Больсонара опасался судебного преследования в Бразилии. Новоиспеченный президент Лула обещал завести расследование в отношении ковидной политики Больсонара и его попыток оспорить итоги выборов. Сейчас же можно будет дополнительно обвинить его в организации мятежа, заодно поторговаться с Вашингтоном, требуя депортировать Больсонара в Бразилию. В большинстве стран Латинской Америки сейчас у власти находятся левые. Они тут же высказались в поддержку борьбы с протестующими якобы фашистами. Лула же после этих беспорядков получает карт-блан, чтобы попытаться разобраться со всем движением Больсонара в Бразилии. Сторонники Больсонара выступили относительно неплохо на недавних выборах Конгресс и надеялись продолжить курс балсонаризма уже без Больсонара. Но теперь, если Лула возьмет пример с демократов США, под суд могут отправиться тысячи соратников Больсонара. И удар судебный и репутационный станет для бразильских правых очень болезненным. Впрочем, есть в этом риски и для Лула, ведь политический раскол в обществе еще усилится. А если ситуация в экономике Бразилии в ближайшие годы не выправится, то страну могут ждать еще больше социальных волнений. Продолжение следует...